Здравствуйте! В эфире новостью Дмуртии в студии Марина Симонова. Какая вода бежит из кранов и живчан и сколько она будет стоить в следующем году? Эти вопросы глава республики обсудил на столичном водоканале. Руководство предприятия и ижевский городоначальник доложили о критичной экономической ситуации, но заверили, что пока горожанам не о чем беспокоиться. И даже рассказали нашему корреспонденту Марине Баль, какая вода вкуснее, из ижевского пруда или из Камы. Вот этот автомат полностью гарантирует качественно. И причем еще чек выдают. То есть кто варил, когда варил, номер стыка. То есть стоит он полтора миллиона рублей. Мы его осилили даже в нашем безденеже. Такой агрегат для сварки труб пока единственный на муниципальном предприятии, снабжающем всю столицу Дмуртии водой. Парк техники, которая прокладывает и латает водопровод, изношен. Прошлый год сработали в убыток. 250 миллионов рублей, рассказывает главе республики директор Ижеводоканала. Но пока столичная вода Санпину соответствует и та, что приходит из Камы, и та, что из Ижевского пруда. Классифицировать по пятибалльной шкале привкусов и запахов, которые существуют в системе нормирования воды, то Камская вода оценивается на один балл по привкусам и запахам, а прудовая вода два балла. Два балла – это тоже нормативный показатель, это норма. В сутки только на этой станции через песчаногравийную смесь проходит 180 тысяч кубометров воды. Пока старенькие фильтры справляются, а этот аппарат с зелеными щупальцами – модуль, не имеющий аналогов в России. Специально для очистки агрессивной Камской воды. Без него она доводит трубы до коррозии. За процессом водоподготовки круглосуточно следят в диспетчерской. Здесь у нас на графике отражен процесс дозирования прогулянтов. Своими силами техники водоканала модифицировали насосы станции. После специальной обточки они стали эргономичнее. Но без капитальных вложений не обойтись. И разговор снова зашел о тарифах. В Ижевске вода самая дешевая – 12 рублей за кубометр. Таких цен нет больше ни в одном городе республики. О повышении говорят уже два года. Условие одно, резюмировал глава Удмуртии. Никаких резких скачков. Это было бы, наверное, неправильно, если бы мы сейчас увеличили в десятки, в сотни раз тариф на воду. Нет, в рамках разумного, вместе с депутатами городской думы будем предварительно обсуждать. Не исключена возможность, что будем обсуждать с жителями. В любом случае в абсолютном значении это 3-4 рубля на кубометр воды. И в целом сумма оплаты за квартиру – это совершенно незначительная цифра. Чтобы частично помочь справиться водоканалу с долгами, из республиканского бюджета Ижевску было выделено 350 миллионов рублей. Часть средств перечислят предприятию. Задача стоит к 2022 году сделать так, чтобы ижевчане могли, не боясь, пить воду из-под крана. Марина Бал, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». В республике собираются за ближайшие 4 года реконструировать 10 водоемов. Работы проведут там, где гидротехнические сооружения изрядно поизносились. С финансированием поможет федеральный центр. В поселке Яр уже ждут согласования проекта и рассчитывают – восстановление пруда поможет отдаленному району стать привлекательным местом семейного отдыха. Начало положено. Очередная печь мастера Олега Данилова станет хозяйкой небольшого дома. Строят его в поселке Яр на территории будущей базы отдыха. Осваивать этот пустырь ярцы решили, как только стало известно – в поселке восстановят пруд. В 2013 году, к сожалению, пруд был ярски спущен, потому что гидротехническое сооружение находилось в аварийном состоянии. И было опасение, что прорвет это сооружение и, соответственно, затопит у нас ярпост, железную дорогу. Водоем располагался как раз на этом месте. Однако за три года ложе пруда заросло бурьяном. Но скоро здесь все изменится. Самый главный вопрос – финансовый – решен. Восстановление ярского пруда вошло в республиканскую программу. Ее софинансирует федеральный центр. Проект будущего гидротехнического сооружения уже в Москве на согласовании. Мы прошли предварительную защиту. Есть надежда, что данный объект будет включен в список софинансирований из бюджета Российской Федерации. Общая сумма объекта, сметная стоимость объекта – 13 миллионов 900 тысяч рублей. Предварительную защиту прошел и проект по реконструкции пруда в селе Вавош, рассказывает министр. На ремонт этого водоема потребуется более 50 миллионов рублей. Всего до 2020 года по республиканской программе собираются отремонтировать более 10 таких объектов. А в Яру уже во все обустраивают территорию вокруг будущего водоема. Здесь уже появилась тропа сказок, а скоро вырастет и сказочный дом, и не только. Должен быть дом Маши и Медведя, коль мы находимся в отдаленном районе. У нас животный мир, флора, фауна достаточно богатая. Ну и чуть далее еще по Дамбеже, выше, будет построен гостевой стилизованный дом с удмуртским кеносом. Первых гостей собираются пригласить уже следующим летом. Именно здесь ярцы планируют провести уникальный республиканский праздник бессермян – Карбан. Екатерина Горина, Анастасия Тутаева, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Теплый кровь готовится к новому сезону. Сестры милосердия уже собирают теплые вещи, а епархия подыскивает новую площадку под временное пристанище для бездомных. Кстати, проект «Ижевская епархия» на общецерковном съезде по социальному служению в Москве назвали лучшим. Елена Керн продолжит. Так, ну все, последнюю куртку эту кладу тоже. Все. Ну, в следующий раз еще раз наберем. Еще отправим. Эта посылка отправится детям. Многие вещи, которые приносят в пункт гуманитарной помощи при Троицком храме, уже зарезервированы. Другие уложены рядами и стопками. Обувь, теплая одежда и даже мебель в ожидании новых хозяев. У нас есть подшефные семьи многодетные, где очень много детей, ну вот в смысле маленькие, либо матери-одиночки. То есть там очень востребованы. И горки, и пеленки, и памперсы отдаем, и какие-то ванночки приносят. То есть все востребовано. Все отдаем, все, все это. И даже так интересно, они вот попользуются вещами, и они понимают, насколько тяжело это покупать. Они постирают, а потом обратно нам сдают. Каждого, кто приносит вещи в дар, записывают, потом молятся за благотворителей. Большая часть одежды с наступлением холодов будет отправлена в «Теплый кров». Проект помощи бездомным, пункт временного пребывания, начал действовать в Ижевске в прошлом году. Таких по всей России всего семь. Сегодня он получил признание. Иеромонах Антонин, организатор проекта, показывает высокую награду. «Теплый кров» стал лучшим на всероссийском конкурсе социальных проектов в Москве. Это конкурс по бездомным, по работе с бездомными именно. Здесь не берутся никакие другие проекты во внимание ни матери, ни одинокие старики и так далее. А именно по работе с бездомными. Поэтому вот из 16 претендентов было принято такое решение комиссии, и вот что наш проект. Проект будет продолжен и в этом году. Уже принято решение о покупке новой просторной палатки с обогревом. Сейчас решается вопрос, где будет располагаться «Теплый кров». Помочь проекту может каждый. В цене практически все у бездомных людей, у малоимущих людей. Но в первую очередь, конечно, это обувь. Обувь, потому что донашивается буквально до дыр. И, к сожалению, обувью мы обеспечить всех желающих, конечно, не можем. Второе – это нательное белье у бездомных. Потому что стирать им негде, помыться им негде. Проект «Теплый кров» можно поддержать и деньгами, отправив СМС на номер 7715 со словами «Отдаю», пробел и сумму, которую вы можете перевести. «Теплый кров» начнет свою работу 1 декабря. Елена Керан, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». В Удмуртии вручили государственные награды. В числе награжденных – аграрии, врачи, транспортники, заводчане. Есть в этом списке и сотрудники новой структуры Национальной гвардии. Светлана Буланова подробнее. Это кадры 16-летней давности. Именно тогда, в 2000-м, Алексей Груздев получил Орден Мужества. А в далеком 1994 году бойцы СОБРа одними из первых в Удмуртии были направлены на Северный Кавказ. Среди них был и Алексей. А сегодня – полковник Груздев в числе награжденных. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, наградить медалью «За отвагу» Груздева Алексея Владимировича, полковника полиции, заместителя командира специального отряда быстрого реагирования Министерства внутренних дел по Удмуртской республике. Эта медаль «За отвагу» – третья у Алексея Груздева. За что уточнять не стал. О своих командировках бойцы СОБРа не рассказывают даже родным. Кстати, Груздев – один из первых в Удмуртии сотрудников Национальной гвардии, кто получил государственную награду. Служба, служба как в Министерстве внутренних дел, как сейчас в войсках Национальной гвардии – это, как говорится, почетная профессия. И защита Родины, репостерилизму – это приоритеты на сегодняшний момент в нашей службе. И значение каждой государственной награды, которую я получал, имеет очень большое, что Родина оценила под достоинство мою службу. В числе награжденных – труженики села, сотрудники здравоохранения и транспорта. И уже по традиции сразу несколько сотрудников Ижевского мотозавода «Аксион Холдинг». Среди тех, кто сегодня получил звание – заслуженный машиностроитель и Александр Макаров. На завод он пришел сразу после Механического института. В 1974-м за 42 года прошел все ступеньки карьерной лестницы – от конструктора до заместителя генерального директора завода. Моя работа приносит мне настоящее удовольствие. И предприятие, я без него просто жить не могу. Я просто вот сейчас уже, будучи на пенсии, работаю, поскольку считаю, что сколько могу принести, и родному предприятию республики, и стране пользу я буду это делать с большим удовольствием. Заслуженный машиностроителем России стал сегодня и начальник механического цеха Олег Платунов. Он тоже на заводе трудится давно. И таких преданных делу и предприятию на «Аксионе» немало. Заслуженные награды сегодня получили и те, кто трудится непосредственно в цехах. Николаю Шобину, слесарю механо-сборочных работ, вручили медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. А его коллеге по заводу Сергею Беляеву, слесарю-сборщику радиоэлектронной аппаратуры, медаль за заслуги в освоении космоса. Дорогие друзья, такой широкий круг награжденных наглядно показывает, сколько у нас людей достойных, настоящих патриотов своей Родины, добростовестно относящихся к своему делу. Благодаря вам наша Удмуртия развивается. Светлана Буланова, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». И у меня на этом все. До встречи.